давай давай деревенский интернет работай всем привет надеюсь что справится мой деревенский интернет и вы будете меня видеть и слышать а петухов и собак и газонокосилки вы не будете видеть и слышать но мы не властны над ними но собственно властны над звуком вот все что могла сделать сделала поэтому сейчас если вы меня слышите напишите что меня хотя бы слышно ну я надеюсь что видно а я хотела попить чаю на самом деле просто я тут в деревне редко пью чай вот таким вот способом чтобы там достать гайвань хотя у меня есть дорожный набор и он классный служит мне верой правдой но я достаточно редко так пить чай здесь и вот решила сейчас сесть попить хорошенько жоу гуя своего любимого и думаете буду просто к пить я заодно и вам расскажу покажу как я это делаю очередной раз тем не менее повторение мать учения как говорится чай который вызывает больше всех сложностей в приготовлении абсолютно точно давайте называть его до хун пао хотя понятно что это не только до хун пао но и жоу гуи шуи сян шуи дзинь гуи ладонь будды там в общем ты лохань название может быть огромное количество можно называть все это утесные улуны прожаренные улуны можно называть все это до хун пао то есть все чаи которые сделаны по этой технологии что у вас в итоге получается темный лист дающий определенную ароматику определенный вкус изготовлены в этом регионе провинция фудзянь горы уйшань либо окей рядом что-то неподалеку весь чай сделанный из такого листа из таких сортовых кустов в этом регионе по этой технологии в принципе можно называть до хун пао большой красный халат очень много спорных моментов есть по этому чаю и по его истории и по его технологиям и по его завариванию в общем по всему есть масса вопросов и нет одного человека который бы ответил на них на все ну кто бы знал скажем так правду то есть ее нет и очень много информации разной и порой противоречивой у меня есть прямой эфир сереже кашеверовым он рассказал такие вещи что у меня у самой волосы шевелились скажем так и я верю ему это тоже часть правды да там когда я приезжаю в китай приезжала последний раз девятнадцатом году это было боже как долго было например одна информация у меня лично да у тех поставщиков у кого я покупаю чай там они говорят одно там я вижу одно на производстве как они делают и они рассказывают что там много-много-много лет назад было вот так и так и так да бог знает как оно было можно долго рассуждать давайте поговорим про то что у нас есть сейчас и как с этим нам взаимодействовать вот у нас есть чай как он выглядит вообще утесные улуны до хум пао это темный чай достаточно темный лист его называют еще прожаренный улун утесного да то есть это действительно лист когда вы смотрите на него вы видите что он прожаренный на самом деле пропеченный они прожарены вот это чаинки свободной такой формы скрутки то есть отсутствует какая-то скрутка какая-то формовка определенная свободная форма скрутки как скрутилась так скрутилась сама по себе чинки от двух сантиметров до ну например пяти скажем так все что меньше это части чаинок то есть ломаный лист либо резанный лист редко было ну резанный лист не бывает на самом деле ломаный лист вот потому что собирают взрослый лист если у вас небольшой и значит ваш лист просто поломался в процессе транспортировки хранения а такое может быть и очень часто потому что чай очень хрупкий вот у меня остатки пакета остатки моего самого любимого утесного луна и он уже частично сломанный и если бы я его продавала то он был бы по идее ниже в цене либо вы если такой чай пьете у вас был например пакет чая он был прекрасный превосходный вы его пили все здорово на дне пакет у вас неизбежно остается крошка ломаный лист просто учитывайте это берите крошку ломанный лист отдельно цельный лист отдельно завелась газонокосилка да и бог с ней в общем эту крошку ломанный лист заваривайте просто отдельно чтобы делать более быстрые проливы либо заваривать ее настаиванием большом чайнике и окей так надеюсь у вас не сильно смутит это газонокосилка который сегодня целый день работает и мужик видимо не косил свой огород никогда и тут решился я покажу как я его завариваю значит гайвань 100 миллилитров это такая классика самые простые гайвани 100 миллилитров они обычно идут покажу как это делаю я себе обычно если вы проводите церемонию то вы конечно прогреваете посуду вы промываете первую заварку выливаете затем пьете до вторую заварку да все правильно красиво здорово но когда я делаю это для себя то я не вливаю первую заварку я не прогреваю посуду потому что мне нравится и первая заварка тоже и собственно посуду у меня чистая мне не нужно гостям доказывать что это будет чистая посуда то есть поэтому я делаю так я беру кипяток заливаем начинаю отчет секунд у себя в голове их должно быть ну примерно 7 скажем так 10 максимум то есть практически сразу как залили практически сразу сливается так и вот вы видите какой цвет настоя он красно-коричневый да это точно абсолютно не желтый цвет вот если у вас есть красно-коричневая гамма такая то значит ваш чай ваш утесный лун прожарки нун сян что значит темная прожарка ну дословно переводить если то глубокий аромат вот так самое адекватное российское исполнение этого названия может звучать нун сян глубокий аромат это не желтый цвет если у вас цвет настоя желтоватый светло-оранжевый такой то это значит у вас цин сян светлая прожарка они могут отличаться естественно по аромату безусловно но вот этот момент он принципиально важен вот видите это была первая заварка она была 10 секунд и это вот такой цвет вот такого цвета нун сян если у вас что-то светлее то но это не нун сян это цин сян либо что-то такое средняя прожарочка какая-то почему я делаю такой акцент на этом потому что очень мало сейчас привозят в россию нун сян улунов вот такой прожарки она дольше делается для производителя это сложнее она дороже в производстве она может быть дороже в закупке соответственно она будет дороже в продаже сделать ее хорошо качественно сложно то есть надо прямо постараться и это все влияет на цену соответственно есть спрос на чай да ну если вы владелец магазина у вас просто должны быть чьи всех позиций поэтому у вас будет и светлая прожарка и темная прожарка но так как она была дорогая в закупке то очень часто она бывает представлена в магазине но она низкого качества но при этом цена остается высокой так вот если она низкого качества то у вас будет вкус резины вкус шкафа какого-то старого угли могут быть пепел вот прям навязчиво чрезмерно именно как дефектные ноты то есть у этого чая у нун сян прожарки утесных улунов у них должен быть но аромат пепла древесных углей но это не копчение как у сяо джуна бывает да когда используют специальные смолистые породы деревьев а это именно что прогрев над углями бездымными породами углей это обычно дерево лангана берется такое в общем специальное дерево эти угли засыпают толстым слоем пепла и самого дыма там нет то есть это идет близкий к российскому слову прогрев выпечка да можно так сказать но вот именно над углями дыма нет но аромат углей древесных и пепла есть и может быть и должен быть светлая прожарка тоже делается таким же образом но температура меньше и однократное прожаривание как правило идет вот это пропекание а темная прожарка делается во первых температура выше во вторых это все стоит дольше прогревается а в третьих это еще и повторяется многократно таким образом лист становится совсем темный его невозможно развернуть даже заваренный лист многократно потому что он ну как бы просто весь высох пока его прогревали он очень хрупкий становится он дает темный цвет настоя он дает определенный аромат это такая жженая карамель это табачные ноты помимо угольных до древесных и если это и есть цветочные ноты то какие-то они такие жаркие типа какие-то орхидеевые ноты могут быть но это не это не основная нота а вот сын сиан до хун пао это будет у вас феерия такая цветочная это будет очень красиво очень так аромат ненько манящее но светлый цвет настоя и опять же но терпкость даже в супер крутых вариантах на мой взгляд она более вязкая она может быть более резкая режущая то есть такой буйный чаёк чаёк буйный чёк буйная такая терпкость может быть а вот случае с нун сиан улунами если он качественно сделан это удивительно но терпкости у него очень мало терпкости у него практически ну не то чтобы нет она есть но она такая больше как плотность настоя она не вязкая как вот может вязать шан пуэр и вот сэн сиан улуны и он гораздо легче пьется вот это более традиционный способ светлая прожарка это такой новодел скажем так более современный способ сделать побыстрее полегче по цветочнее легко в общем сейчас можно хранить раньше че плохо хранились если они мало прожарены сейчас хранятся нормально у меня такая белочка на ней написано дохун пао вот это очень легко пьется очень вкусно я покажу как я завариваю вторую заварку потому что это тоже происходит также очень быстро вы заливаете лист не болтаете не отвлекаетесь как я а начинаете считать секунды про себя их будет 10 10 на самом деле будет совсем немного этот вот чай в котором ну нельзя отвлекаться если вы отвлеклись вот чуть-чуть до лишние 5 секунд все вы получаете такой настой что вам не понравится вашим гостям не понравится вы не поймете за что отдали деньги до пьют из простых пиал нюхают аромат с крышечки гайвани о господь это очень вкусно для меня так вот за счет того что чай дорогой в изготовлении действительно очень сложно очень дорогой плюс чай очень сильно популярный раскрученный как в китае так и у нас да то есть это просто комбо такое двойной удар супер популярность на выходе мы имеем то что у нас огромный спрос и достаточно небольшое предложение и в таком случае у нас получается очень очень высокая цена как в закупке так и в продаже поэтому смотрите какой момент если вы покупаете красный чай например да скажем так супер классный красный чай вот прям вот прям уже прям вообще супер вы купите за две с половиной тысячи рублей на сегодняшний день лето 21 года вы купите две с половиной тысячи рублей отдадите за 100 грамм очень крутого красного чая согласитесь это так в любом магазине ну смысле из тех кто предлагает хорошие чай за эти деньги вы купите ну такой нормальный утесный улун не супер крутой и даже не просто крутой а ну такой нормальный то есть две с половиной тысячи за 100 грамм на сегодняшний день это это не стартовая цена для утесного улуна но для настоящего утесного вот который собран прям заповеднике уишань это точно стартовая цена вот прям ну просто это рынок а нормальный ну он будет нормальный скажем так не ждите от него многого не ждите от него восторгов это как красный чай рублей за 900 скажем так ну то есть вы понимаете эту разницу до в цене красные за эти деньги будет вау космос там лучшее что может быть утесный улун будет скорее стартовый нежели суперский а там 5000 рублей за 100 грамм да вы найдете хороший утесный улун действительно он может быть супер крутой он может быть не супер крутой но продавец просто хочет взять с вас много денег это следующий момент то что потребители у нас в россии ну не очень хорошо знакомы с такими чаями их мало на рынке и мало кто готов тратить большие деньги на такой чай и опять же не все умеют их заваривать да вот кто-то писал что 30 секунд держали у вас получилось невкусно либо есть рекомендации положить на такую гайвань 4 грамма и там держать больше нет нет это неправильно то есть чтобы получить тот самый вкус какой он должен быть вы берете маленькую гайвань вы берете много чая вы завариваете кипятком но вы держите очень очень мало то есть это 7 секунд это 10 секунд вы сливаете и вы получаете весь аромат вы получаете весь вкус но следующий момент с которым не все готовы мириться но надо быть честными все таки да мы тут с вами не самообманом занимаемся этот чай дает пять вкусных заварок все остальное дальше это компромисс вот с этим надо смириться то есть если вы хотите попить до хум пау же угу и утесный лун вы должны быть готовы к тому что это будет пять вкусных заварок дальше вы можете из него что выцеживать там выпрашивать говорить а мой вот заваривался дольше да можно он будет давать свет но вот этого вот что мы получили на 1 2 заварки у вас не будет 7 грамм на 100 миллилитров 7 грамм поэтому вы понимаете да что вы вкладываете очень большие деньги получаете относительно 500 миллилитров настоя на самом деле если это 100 миллилитров гайвань то там на 450 миллилитров настоя вы получите вкусного но он очень крутого но вы должны просто бросить на это все свое внимание ну у вас будет только пять заварок вы потратите 15 минут 20-30 максимум освободитесь от всего и и в таком случае это получается действительно медитация на вкус на вообще тренинг вашего внимания вы концентрируетесь тут вы завариваете это вы считаете эти секунды про себя отложив телефон детей собак мужей жен и вот все вот это или или она просто должно замолкать для вас в тот момент пока вы завариваете считаете эти секунды до 1 заварка это 7 секунд 2 заварка 10 потом ну по 5 секунд увеличиваете по 10 примерно так то есть к 5 заварки у вас там будет 30 секунд может быть 45 секунд ну то есть это это все равно стремительно да можно будет восьмую заварку подержать 10 минут можно но это будет не то это уже будет совершенно не то класс основной рассказала вот написал текст побольше приложу его к этому эфиру надеюсь все сохранится и если у вас будут вопросы еще пишите надеюсь что мне удастся проводить в таком формате эфиры и рассказывать вам про разные сорта а не писать посты потому что нифига не могу организоваться а летом тут и довольно сложно для меня поэтому если у вас есть вопросы по каким-то сортам пишите мне и вот в таком формате я думаю мы будем существовать какое-то ближайшее время а название до хун пао по документам появилась 1385 году может быть это неправда но так написано на стенах монастыря в ушань когда откроют границы и мы поедем в китай мы будем в том месте я вам покажу где все это происходило где появилось это название большой красный халат не так важно все таки правда это или нет красивая вся эта история главное вкусный чай на выходе вот так ребят спасибо всем кто был кто не все смотрел пересмотрите потом если удастся все это сохранить я очень надеюсь потому что инстаграм опять изменил какие-то свои настройки и я пока нифига не понимаю но если он сохранится то нам с вами сильно повезет вот буду выключать напишу текст все подробности про этот чай и до вопрос не все любят до хун пао ну конечно не все невозможно любить все че это же не рубль чтобы всем нравится нет такого чая который понравился абсолютно всем вот точно вам говорю такого чая нет скорее всего людям которые совсем не пробовали я бы предлагал например там что-то более простое для восприятия более цветочное то есть вот вот такой вот часть порога человеку который не пил никогда ну или например не любит темный чай я бы не рекомендовала но если вы любите вкус и ароматы в принципе да то этот чай может стать очень крутым вкусовым приключением для вас и он им будет обязательно если вы в это вложите немножко больше денег чем может быть его рассчитывали купите 10 грамм они 50 и заварите это все внимательнейшим образом тогда у вас все получится и это будет классное впечатление все пока научиться выключить